с курицей да это село скалистая там есть парк обалденный всем привет детская школа телевидения телешкоп представляет проект перекличка а вот и мы привет телезрители сегодня я руслан руслан и курочка матурочка перекликаем весь симферополь в поисках самых известных парков города сегодня мы узнаем какой парк ну или же сквер занял первое место в рейтинге у симферопольцев ладно а мы с курочкой пошли добывать драгоценные ответы удачи а я напоминаю что нас что проводит с двумя способами в онлайне и оффлайне смотрите кто же занял третье место в онлайн голосование парк культуры и отдыха екатерининский сад это самый первый общественный парк города находится он за кинотеатром симферополь сад создали в английском стиле с красивым центральным входом и оградой еще через некоторое время тут построили летний кинотеатр и ресторан а в центре парка торжественно открыли грандиозный монумент екатерине второй парк стал местом прогулок и отдыха аристократии но смена власти война внесли свои коррективы в частности памятник императрицы был изменен на памятник свободы а потом на памятник ленину но сейчас вы можете видеть тут восстановленный монумент екатерине второй а вот летний кинотеатр не восстановили да и остальная территория сада нуждается в реконструкции 90-х годах она пришла в запустение в 2007 году ситуацию начали исправлять построили два искусственных ставка установили новые скамейки проложили дорожки однако спустя некоторое время обновленные места парка снова пришли в жалкое состояние ставки стали напоминать болото изначально парк был создан в английском стиле однако сейчас екатерининский сад представляет из себя парк смешанного стиля где нет порядка но надеемся что ближайшее время это изменится а пока самый первый общественный парк симферополя занимает третье место какой самый лучший парк симферополей гагаринский а почему не детский ну потому что гагаринской дорожки гагаринский подержишь или боишься попробуй гагаринский гагаринский хорошо какой самый лучший парк симферополе гагаринский гагаринская почему он красивый чем он красивый там природы можно побегать посоревноваться вот не с курицей нет там есть другие животные конечно вот как раз подручится красивая да ну такое не на такой нет не продаю ламирую узнаю какой самый лучший парк симферополе какой самый лучший понятие ну кроме детского я вот здесь уже был какой самый лучший поесть гагарин гагаринский парк красиво это сам этом мотор очка любит когда красиво поверьте запишите любые почем не бояться подожди я запишу декор курики ну вот зоопарк же рядом вот недалеко ну вот нет десяток таких собрешь но договоримся договорился не на камеру перекличка знакомит вас парками и сквером и крымской столицы делаем это как всегда двумя способами в онлайне и офлайне руслан и курочка моторочка опрашивают жителей и гостей города на улицах столицы но наши корреспонденты в сети провели свой онлайн опрос и выявили тройку лучших кто на третьем месте топа вы уже знаете давайте расскажу о парке которому совсем немного не хватило голосов до попадания в тройку лидеров детский парк он изначально проектировался как парк для детей у него интересная история еще на его территории и зоопарк основной вход в парк расположен на проспекте кирова дополнительные на улице шмидта территория детского парка славилась своими почвами поэтому здесь росли плодовые деревья но времена изменились и в 1958 году начали создавать детский парк тут многое продумали за уголок аквариум аттракцион аллея пионеров героев дворец пионеров детскую обсерваторию для малышей был сделан уголок сказок с бабой ягой богатырями ученым котом русалкой русланом и головой местные старожилы передают что в самом начале голова сверкала глазами и дула вентилятором изо рта но это очень пугало детей и конструктором пришлось их отключить парке располагается этот огромный дуб его название таврида еще ему больше 750 лет также детском парке очень любит развлекаться молодежь здесь постоянно проходит разная движуха но в топ он не вошел поэтому переходим ко второму месту салгирка или ботанический сад крымского федерального университета один из крупнейших парков симферополя он находится на проспекте вернадского название парка происходит от имени реки салгир где он первоначально был разбит там же ботанический сад начали создавать в 2004 году сегодня здесь представлена практически вся растительность березы и клены сосны и ели что создают прекрасные тенистые уголки из-за того что это место долгое время было в запустении тут сохранились вековые дубы и платан которому 200 лет при входе в парк вы увидите кованые фигуры если вы пройдете дальше то вы увидите солнечные часы и усадьбу паласа пётр симон палас исследователь природы истории и культуры россии когда-то жил и работал здесь а вот в этом здании останавливался граф воронцов губернатор новороссии ботанический сад приезжают молодожены чтобы сделать памятные фотографии ну а также в саду живет много белок которых можно покормить прямо с рук еще в саду находится факультет славянской филологии и журналистики ну а в нашем рейтинге салгирка или ботанический сад занимает второе место я бы хотел узнать какой самый лучший парк симферополе гагаринский а почему а я улсини симферополя а там курицы можно побегать а здесь можно нет но здесь как бы дети выпускаете думаете конечно не а потом просто еще кто-то словит можно погладить конечно можно курица нужно бегать там где трава есть да скажи на почему все так любят детский парк можно походить а если нет детей осисть курица все равно можно пойти поглядеть животных туда-сюда парк симферополе который стоит пустить побегать потусить гагаринская почему там красиво там есть озеро фигурного озера там можно поплавать там лодки если подержите запишу вы же не из боязливых держи двумя руками залатки подержи аккуратно я пока запишу самый лучший парк погладьте погладьте тоже погладьте надо на время какой самый лучший парк который стоит посетить или не знаю мы не местные не местные ну хорошо спасибо большое ты смотришь проект перекличка и сегодня мы составляем топ парка в симферополе ты уже знаешь кто расположился на втором и третьем месте пора узнать кто на первом месте нашего топа парк культуры и отдыха имени юрия гагарина самый большой городской парк крыму он расположен в железнодорожном районе симферополя когда сюда приходишь ты забываешь что вокруг город здесь можно прогуляться как по аллеям так и по тропинкам есть даже городская легенда о том как появился парк мне сказано что когда-то в город приехал важный чиновник из москвы и попросил показать ему главное место отдыха горожан мы показали один парк но тот ему категорично не понравился и чтобы хоть как-то выйти из него в положение чиновники симферополя сказали гости что собирается разбить новый парк тот пообещал приехать через пару лет и проверить их обещание неизвестно приезжал ли москвич город снова но новая зона отдыха появилась 1960 году центре парка расположены два небольших искусственных озера теплое время года здесь можно кататься как на отдых как так и на катамаранах посередине одного из озер находится островок добраться до него не так то просто поэтому там живут дикие утки и лебеди которых никто не тревожит парке имени гагарина есть вечный огонь рядом с ним проходят праздничные мероприятия на 9 мая и 23 февраля мемориал аллея славы спортивные площадки аттракционы поэтому он отлично подходит как для любителей активного отдыха так и для тех кто хочет устроить пикник на ужайке гагаринском парке скульптура под названием три грации когда-то с фигурой трех спортсменов держали один большой обруч однажды ночью обруч попал а сейчас мы видим что его заменили тремя небольшими обручами создается ощущение будто бы спортсменки приветствуют посетителей парка а мы приветствуем победителя нашего онлайн голосования парк имени юрия гагарина занял подсчетное первое место в нашем рейтинге какой самый крутой парк симферополе вот который стоит посетить этот но почему этот парк самый лучший тут можно побегать с курицей не бойся какой самый лучший парка тоже стоит посетить детский или вообще парк я просто не место не не знаю а почему спасите гагаринский да а почему потому что он тоже хорош погладишь потому что вы только недавно от 300 ух ты значит мы обязательно посетим детский это для детей а вот для животных для животных ну детский вы же видите за зоопарк клетку как поставит и я потом больше не увижу свою корочку моторочку ну помимо детского парка какой еще есть парк гагаринский гагаринский а там красиво также красиво как и спасибо большое какой стоит посетить вот мне с курицы погулять побегать посоревноваться детский парк это для детей а для куриц есть парк симферополе зоопарк да так моторочка запоминай если будешь себя плохо вести то вот здесь ты будешь жить оставшуюся жизнь него все ладно 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 я шучу не расстраивайся идем идем самый лучший парк детский она русская для детей а для взрослых погулять с курицей до села скалистая там из парк обалденный подержите я запишу так это как только лапки аккуратно так пора подводить итоги нашей переклички сегодня мы с вами искали ответ на вопрос какой самый популярный парк в симферополе в интернете на него отвечали подписчики нашей группы в социальной сети а в реале руслан с матурочкой опрашивали прохожих по мнению интернет пользователей на третьем месте в рейтинге парков екатерининский сад на втором ботанический сад на первом парк имени юлия гагарина это мнение тех кто сидит в интернете а вот не тех кого встретили руслан с матурочкой на третьем месте самых популярных парков парк шевченко второе место прохожие отдали детскому парку а парк имени юрия гагарина стал самым популярным парком по мнению общественности слушай интересно тофу на сегодня получился да и про парк и телезрителям рассказали буду знать куда сходить на пикник но с вами был руслан курочка матурочка и еще один руслан пока слушай у меня вопрос как то все телевидение попал но обаяние харизма вообще у курочки спонсоры хорошие ну да я так и знал а